Вы можете оказать помощь в развитии этого новостного проекта, а также оставить свои рекомендации. Для этого перейдите по ссылке ниже в описании к видео. В понедельник, 23 апреля, официальный сайт армии обороны Нагорного Карабаха распространил видеозапись, на которой видно, что азербайджанская сторона стягивает боевую технику и живую силу к линии соприкосновения. На различных участках линии фронта наблюдается активное передвижение подразделений вооруженных сил Азербайджана. При этом в Баку какую-либо собственную военную активность в Карабахе отрицают. О том, что на разных участках линий соприкосновения, в частности, на Восточном и Юго-Восточном, наблюдаются активные перемещения живой силы и бронетехники, Минобороны Карабаха сообщало еще и 21 апреля. Кроме того, сообщалось об интенсивном обстреле со стороны Азербайджана. В свою очередь в оборонном ведомстве Азербайджана не исключают, что сторонники завершившего свою власть в Армении режима прибегнут к провокациям на линии фронта. В Минобороны Азербайджана подчеркивают, ситуация вдоль линии разграничения находится под полным оперативным контролем вооруженных сил, и что азербайджанская сторона не является сторонником усиления напряженности. Если это действительно так, то перед нами логичные действия со стороны Азербайджана. Армения в глубоком внутриполитическом кризисе, на пороге смуты. И, конечно, Баку готовится воспользоваться этими обстоятельствами, уверен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Напомню, что Армения и Азербайджан в состоянии войны, война идет за Карабах. Несколько лет действует перемирие. Тем не менее, каждый день на линии соприкосновения стреляют, каждый день гибнут люди с обеих сторон. Мы помним, что было серьезное обострение в позапрошлом году. Тем более, нечто подобное можно ожидать сейчас. В Армении внутри политический кризис. Я уверен, что он далек от завершения. Только что в отставку под давлением улицы ушел премьер-министр. Теперь предстоят новые выборы премьера в парламенте, которые, скорее всего, будут на волне эйфории, сорванные оппозиционерами. За этим последует распуск парламента и новые выборы. Таким образом, Армения вступает в длительную смуту, которой, естественно, готовы воспользоваться ее противники. Они на всякий случай действительно подтягивают танки к границе. Но я думаю, это прекрасно понимаем не только мы, но и в Минобороны Карабаха, а также в Минобороны Армении. Так что все-таки, несмотря на усталость людей, которых сегодня эксплуатируют оппозиционеры, вопрос Карабаха перевесит все остальные. И если вдруг возникнет новое обострение в этом регионе, внутренний кризис будет, что называется, отложено потом. Однако вот что важно. По новой конституции этой страны, верховным главнокомандующим является премьер-министр. Он, как известно, ушел в отставку. Выходит, сегодня в Армении нет верховного главнокомандующего. Да есть в Ре премьер-министра. Это вице-премьер Карапетян. Но это весьма невнятная позиция, в Ре во время войны. Она очень сомнительна. СПН. Долгое время у власти в Армении были люди, успевшие повоевать в Карабахе или побыть там у власти. Как изменится ситуация, если к власти в Армении придут люди, не имеющие никакого отношения к карабахскому клану? Эти люди и сейчас у власти. Если Сарксян ушел в отставку, это не значит, что все люди поменялись. Правящая республиканская партия все еще имеет большинство в парламенте. Рано или поздно, конечно, группа Сарксяна отойдет от власти. Но это произойдет не раньше, чем окажется окончательно урегулирован Карабахский конфликт. Это будет либо признание Карабаха в качестве суверенного государства в самой Армении. Либо Карабах станет частью Армении. Либо это будет какая-то общая подмандатная территория. То есть окончательного решения сейчас никто не знает. Но раньше, чем будет разрешен карабахский вопрос, этот, как вы выразились, карабахский клан, на самом деле, это не клан, в Армении нет кланов. Это скорее, братство защитников Карабаха, будет во власти. Вообще-то стоит обратить внимание, что Карабах в новейшей истории Армении стал ладокой стержневой национальной идеей Армении. Есть две вещи, одна минорная, геноцид 1915 года. Вторая — освобождение Арцаха. На самом деле Армении нужен лидер, который бы нес бы некие мирные инициативы, смог бы предложить некий политический прорыв. Армения беременна таким лидером, она хочет его. Не Пашинина, оппозиционера Горлопана, который понадобился просто для того, чтобы призвать к ответу Сарксяна, который обещал не идти во власть. Проблема ведь в том, что Сарксян когда уговаривал людей на конституционную реформу, а до этого, когда участвовал в парламентских выборах в качестве лидера партии, он говорил, что не собирается идти дальше. Что собирается оставить своему преемнику удобную для динамичного и быстрого развития государственную конструкцию. Люди тогда пошли и проголосовали и за партию Сарксяна, имеющую большинство, и за конституционную реформу. И вдруг оказалось, Серж опять идет во власть, теперь уже в качестве премьер-министра. Вот что людей возмутило. Чем и воспользовались оппозиционеры. В конце концов, кто такой Пашинян? Просто журналист, который создал этот елк, либеральный политический партийный альянс партии «Гражданский договор», «Светлая Армения и Республика». Но 7% они получили на выборах. Это их потолок. Конечно, сейчас на волне эйфории оппозиционеры будут обострять, вести дело к досрочным выборам, чтобы капитализировать свой уличный успех в количестве депутатов в парламенте. Ну, получат они, может быть, 17%. Но с другой стороны, если Сарксян действительно ушел в сторону и это не политическая игра, то на авансцену вернется из Москвы Гагик Царукян, считающийся крупнейшим олигархом Армении. У него с Сарксяном был личный конфликт. Он очень перспективный человек, у него серьезная политическая структура. Я хочу сказать, что в Армении начинаются интересные события. Конечно, есть шанс, что с оппозиционерами договорятся, что они не будут бузить в парламенте и поддержат действующего в РИА премьер-министра Карена Карапетяна. Но мне кажется, что Пашинян будет обострять и вести дело к досрочным выборам. И это, конечно, дает основание оппонентам Армении в Баку надеяться на то, что они смогут использовать эту смуту для достижения своих военно-политических целей. Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что именно угроза политической нестабильности заставила Азербайджан привести войска в состояние повышенной боевой готовности. Например, по Армении распространялись слухи чуть ли не о танках, идущих из Карабаха на поддержку Сарксяна. Напомню, что экс-президент родом из Степанакерта. Это не могло не встревожить Баку. Но воспринимать беспорядки в Армении как повод для решения проблемы Карабаха военным путем со стороны Азербайджана я бы не стал. В Азербайджане понимают, что в случае внешней агрессии внутренние распри у соседей будут забыты, и вся Армения встанет под ружье. СП, и все же может ли Баку как-то воспользоваться периодом безвластия в Ереване? Армянское общество, лично Серж Сарксян показали готовность к компромиссам. Есть надежда, что без власти и не будет, а новый премьер будет воспринят обществом как лидер, который сможет вывести Армению из сложного экономического положения. СП, насколько по-вашему уход Сарксяна отразится на процессе урегулирования конфликта? По мнению многих экспертов, Сарксян устал и был уже неэффективен не только во внутренней, но и во внешней политике. Но на мой взгляд, принципиальных перемен на переговорах с Баку не произойдет. Власть в Армении сохраняет преемственность. Новый премьер представляет ту же партию, партию Сарксяна. Впрочем, его личные качества, конечно, тоже будут фактором на армяно-азербайджанских переговорах. И новое лицо, возможно, придаст динамику переговорным процессам. СП, Армении будет отстаивать Карабах при любой власти, даже в случае прихода к власти в ней прозападных политиков. Вопрос Карабаха для Армении — это не вопрос пророссийской или проевропейской ориентации. Карабах для Армении — как Косово для Сербии. Однако мы видим, что даже Косово имеет перспективу стать разменной картой для сербских политиков. Поэтому при развитии событий по западным сценариям нельзя оставаться уверенным в том, что вопрос самоопределения Карабаха сохранит свою принципиальность для армянских политиков. В то же время в обозримом будущем Карабах все же останется вопросом, объединяющим всех армян. СП, говоря о революции в Армении, кому она выгодна? Насколько Запад заинтересован в раскачивании ситуации в Закавказье? Потери России и влияние на Южном Кавказе — голубая мечта Запада. Обратите внимание, Евросоюз пошел на договоренности с Арменией на более мягких, чем в свое время с Украиной и условиях. То есть речь идет о стратегии, игре в долгую. Запад к этому готов. Но в последнее время на этом направлении вновь активизировалась Великобритания, напомню, уже не член ЕС, страна, которая выстраивает собственную внешнюю политику. На Туманном Альбионе, похоже, взгрустнули о былом имперском величии. И решили восстановить пошатнувшийся геополитический авторитет. На фоне ослабления позиций Вашингтона где-то Лондону это даже удается. Думаю, Великобритания, как и в прежние века, в настоящий момент остается самой заинтересованной в нестабильности в Армении, и в целом на Кавказе, стороной. И от нее больше, чем от Брюсселя и Вашингтона, сейчас стоит ждать провокации и интриг. По традиции, именно на Кавказе англичанка гадит нам больше всего. Армения, Захарова прокомментировала последние новости из Армении отставка Сарксяна, американский посол поприветствовал отставку Сарксена свободная пресса.